Чиновники подсчитали, кто больше всех мусорит в Омской области. Оказалось, крупные офисные центры, гостиничные комплексы и образовательные учреждения. Выбрасывают сотни тонн отходов в год. Специалисты вывели и норматив для жителей многоэтажек. 7 литров мусора или 1 килограмм в сутки на одного человека. Независимые эксперты считают нормативы завышены. А значит, цена за вывоз мусора вырастет в несколько раз. Платить по новым квитанциям омичи начнут с начала следующего года. Неясно, и куда бытовой мусор повезут. Через несколько месяцев на городских свалках будет запрещено даже накапливать отходы. Правительство региона в срочном порядке ищет места для новых мусорных полигонов. Один из них может появиться в Омском районе. В 25 километрах от города и в 500 метрах от деревни вперед. Об этом рассказывают местные жители, которые крайне обеспокоены таким потенциальным соседством. Мой коллега Дмитрий Ковалев побывал на месте и попытался выяснить, где же в итоге будут складировать отходы. Они не митингуют и не скандируют. Только ждут, когда кто-то из чиновников объяснит, будет ли рядом с их домами новый полигон коммунальных отходов. Валерий Ядровский живет в деревне вперед уже почти 20 лет. Мужчина уверен, если появится свалка, то оставаться здесь никто не захочет. Отходы на ближайших полях хранить нельзя. Рядом с деревней много мелких прудов, которые впадают в Омь. Вся эта беда пройдет через Омьку, через овраги. Она пройдет в Омьку и попьет в Ортыш. И дорогие мечи вы будете пить свое же. Не будут довозить мусор до помыки. Его вывозят в ближайшем лесу, кувете где-нибудь. Все равно это все бросится. Люди боятся и за свое здоровье. Здесь нет водопровода. Питьевую воду берут из колодцев. И уверены, отходы отравят грунтовые воды. Обращения к главе поселения, района и министрам пока остаются без ответов. Всем обидно за то, что такую красивую деревню, такие красивые места хотят загадить. Рядом находится психоневрологический интернат. Это оздоровительное учреждение. По Санпинам возле оздоровительных учреждений нельзя располагать полигоны ТБО. По заказу областного министерства строительства была разработана карта размещения полигонов твердых коммунальных отходов. На ней таких мест 8. Рядом с Называевском, Калачинском, Шербакулем, поселком Большеречье, в Таврическом и Палвоградском районах. Еще два полигона могут появиться в Омском районе. В официальном ответе Министерство строительства и ЖКК Омской области нашему каналу пояснили, пока в приоритете всего 4 территории для строительства. И деревни вперед в этом списке сейчас нет. В целях реализации полномочий по организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захранению твердых коммунальных отходов Минстроем Омской области определены для города Омска и прилегающих районов 4 основных направления строительства полигонов. Это Таврический район и Омский район, Большереченский и Называевский муниципальные районы Омской области. Экологи уверяют, новые полигоны должны находиться вдалеке от населенных пунктов. И согласовать их строительство с жителями ближайших поселков чиновники обязаны. Таких жестких правил, на которые могут сослаться чиновники, нет. В любом случае, население должно влиять на этот процесс. И если рядом располагаются реки, или высокий уровень подземных вод, или с подветренной стороны, на небольшом расстоянии находятся, то, конечно, на мой взгляд, жители должны высказать свои требования. Сейчас ситуация с вывозом мусора в Омске критическая. Единственный действующий полигон не имеет лицензии. Ленинская и Кировская свалки переполнены, но на них продолжают свозить отходы. Мы для себя даже рассматриваем варианты, ну, как некий крайний, вплоть до предложения объявлять в городе режим ЧС, то есть чрезвычайной ситуации. И пока полигон лицензированный не появится для города Омска, те свалки, как мы их называем, ну, кто-то называет их полигонами, их открыть и вот в режиме, режима чрезвычайной ситуации производить там утилизацию твердых бытовых отходов. Единственный выход, считают общественники и экологи, после строительства нового полигона оставить его в собственности муниципалитета, чтобы он приносил прибыль. Вмешательство бизнесменов предлагают ограничить. Именно их многие теперь обвиняют в мусорном кризисе в Омске. Дмитрий Ковалев и Евгений Русенко. Омск здесь.